МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России объявлена частичная мобилизация. Указ накануне подписал президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул, введенные меры необходимы для, цитата, «защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях». Конец цитаты. Мобилизационные мероприятия уже начались. На военную службу призовут тех, кто состоит в запасе, проходил службу в рядах вооруженных сил и имеет определенные военно-учетные специальности. Какие конкретно, не уточняется. По словам Владимира Путина, призванные из запаса будут проходить специальную дополнительную подготовку. Всего войска должны пополниться на 300 тысяч человек. Это около 1% мобилизационного ресурса страны, заявили в Минобороны. «Поручаю главам регионов оказать все необходимое содействие в работе военных комиссариатов. Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту». Важно знать, что повестки военнослужащим в запасе рассылаться через портал госуслуг не будут. Об этом официально заявили в Минцифры. Ведомство отреагировало на информацию, которая волной прокатилась по СМИ и социальным сетям. «Для передачи таких документов через электронный ресурс нет необходимой законодательной базы», — подчеркнули специалисты. «Повестку необходимо получить лично и подтвердить подписью». Отметим, в Омской области мобилизационные мероприятия тоже идут. Призывную комиссию возглавил губернатор Александр Бурков. «Подчеркиваю, в настоящее время мобилизации подлежат те люди, которые отвечают трем условиям одновременно. Проходили военную службу, имеют необходимую военно-учетную специальность и, главное, боевой опыт. Мобилизация не коснется ограниченно годных к военной службе граждан, студентов, солдат, проходящих в срочную службу». Попавшим под частичную мобилизацию россиянам помогут выплатить кредиты и закрыть ипотеку. Об этом сообщили в Центробанке. Финансовым организациям рекомендуют не начислять таким клиентам проценты и штрафы, не требовать досрочного исполнения обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или потечного жилья, не выселять из недвижимости, на которую было обращено взыскание. Тем временем в Госдуме подготовлен законопроект, который гарантирует мобилизированным кредитные каникулы до возвращения домой. Кроме того, аргументы и факты сообщают, что участники специальной операции, которые будут находиться в статусе контрактников, могут рассчитывать на денежное довольствие минимум в 160 тысяч рублей. Десять лет тюрьмы за убийство отца получил житель Сиркульского района. Все случилось в феврале прошлого года. Следователи установили, мужчина поссорился со своим 78-летним отцом. Осознавал, что из-за возраста и физических возможностей родственник не сможет сопротивляться. Фигурант уголовного дела толкнул его. Пожилой мужчина упал на пол, ударился головой о кровать. На этом сын не остановился и продолжил жестоко избивать отца. Я молотком вот так его один раз. И потом за ноги вытянул, в одеяло замотал. Тут его нет. А ударился молотком зачем его? Ну, чтобы убедиться, что он уже не живой. Однако потерпевший был в сознании. Несмотря на это, злоумышленник обмотал пожилого человека одеялом, которое подвязал веревкой и тросом, чтобы пенсионер точно не мог выбраться. После сын своими руками выкопал еще живому отцу могилу глубиной около метра. Бросил туда и зарыл снегом и землей. Следователи установили, погребенный мужчина умер как минимум через 2-3 часа. Убийцу приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде одного года ограничения свободы. Если школьный друг оказался вдруг, подозреваемого в убийстве бизнесмена Николая Плахина отправили под стражу, пока идет следствие. Им оказался давний знакомый коммерсанта. Фигурант свою вину не признал, но правоохранители полагают, что именно он во время ссоры несколько раз выстрелил в предпринимателя, перетащил его тело из дома в гараж, а потом сбежал в Тюмень. Труп 16 сентября обнаружили жена и сын убитого, когда вернулись из поездки. О задержании подозреваемого стало известно еще через несколько дней. Сейчас расследование продолжается. Специалисты работают с вещественными доказательствами, которые обнаружены на месте преступления. Наркотики под видом растворителя. На ЖД вокзале задержали подозреваемого в незаконном хранении запрещенных веществ. Сотрудники транспортной полиции заметили на привокзальной площади мужчину, который вел себя неадекватно. В ходе досмотра у 34-летнего Амича изъяли бутылку с растворителем. Экспертиза показала, в жидкости содержится около двух граммов гашишного масла. Задержанный, который, как выяснилось, не раз был судим, признался, вещество изготовил сам и сам же планировал выпить. Возбуждено уголовное дело. Изготовителю зелья грозит до трех лет лишения свободы. Омский следком начал проверку после обнаружения огромной свалки. 20 сентября стало известно о горах мусора на земле Елизаветинского сельского поселения в Черлакском районе. Площадь стихийной свалки почти три гектара. Россельхознадзор выяснил, земля загрязнена, количество бактерий превысило норму в тысячу раз. При этом участок отведен под сельскохозяйственные нужды. На месте полигона должна быть пашня. Собственник земли – администрация поселения. В действиях чиновников специалисты нашли множество нарушений. Россельхознадзор уже выдал предостережение. Теперь свалку необходимо ликвидировать. Следственный комитет начал доследственную проверку по статье «Порча земли». После выяснения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение. В Омске прошло очередное заседание коронавирусного оперштаба. Жителям региона рекомендовано проводить вакцинацию и ревакцинацию ради коллективного иммунитета. В ближайшее время в медучреждение поступит назальная вакцина. Режим повышенной готовности продлен до 31 октября. При этом праздновать 200-летие Омской области 1 числа власти разрешили. Однако участникам и гостям рекомендуют соблюдать масочный режим. Также зеленый свет дали на проведение всероссийского взлета студенческих отрядов проводников с 27 по 29 октября. Новые санитарные ограничения не введены. Отметим, в последние дни заболеваемость коронавирусом в регионе не превышает 260 человек в сутки. 19 классов за два дня. Омский департамент образования представил актуальные данные по закрытию учреждений на карантин. В детских садах из 2100 групп временно прекратили работать 33, то есть менее 2% от общего числа. В омских школах насчитывается 5309 классов. Из них на карантине 81, то есть чуть более полутора процентов. Согласно подсчетам, за два дня закрыть пришлось 19 классов и одну детсадовскую группу. Причиной для этого везде стал ОРВИ. Точка отсчета поставлена. Омский городской совет провел первое для нового созыва заседание. Кресло председателя вместо Владимира Корбута, который руководил городским парламентом 5 лет, занял другой депутат Анатолий Канунников. Так требовал регламент. Но главенствующая роль самому возрастному народному избраннику была отведена ненадолго. Ровно до тех пор, пока депутаты тайным голосованием не выбрали спикера. 37 из 39 человек поддержали кандидатуру председателя прошлого созыва. Помогать Владимиру Корбуту будут первый заместитель Виталий Путинцев и Дмитрий Сахань. Четвертым депутатом, который будет действовать вместе с ними на постоянной основе, стала Светлана Студеникина. Сейчас я думаю, что в Омском городском совете не будет места для политики. Мы будем заниматься конкретными вопросами, которые необходимо решать именно для города. Высказался по этому поводу и мэр Сергей Шелест. Городоначальнику вместе с новым созывом предстоит решать проблемы растущего миллионника. По словам Шелеста, депутаты сами понимают, что в городсовете не стоит увлекаться политическими дискуссиями, из-за которых работа может отойти на второй план. Достаточно организованно, конструктивно и эффективно происходят все переговоры, все решения. И мы видим, что сейчас нет какого-то серьезного разногласия в части принимаемых решений, потому что все они направлены именно на улучшение жизни мячей. Это все прозрачно, это все понятно, и поэтому я надеюсь на такую работу в течение будущих пяти лет. Еще один итог первого заседания – утвержденная структура городского совета. Как и раньше, в парламенте будут работать комитеты по финансово-бюджетным вопросам, по вопросам экономического развития, по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, социальным вопросам, регламенту, по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, по муниципальной собственности и по вопросам ЖКХ. Впрочем, есть в этом списке и новый девятый пункт. Он связан с большими переменами в сфере пассажирских перевозок. Показательно то, что у нас добавился еще один комитет, как вы поняли. Это комитет по транспортной инфраструктуре. Теперь девять комитетов в Омском городском совете. Я надеюсь, что это повлечет внимательное, тщательное рассмотрение всех вопросов, которые поступают в Омский городской совет. Поэтому перспективы, я считаю, самые понятные. И хочется надеяться, что нынешний состав Омского городского совета также эффективно будет решать вопросы жителей нашего города. Составы профильных комитетов уже утверждены. Впереди старт работы. Депутатам для каждого предстоит выбрать председателя и уже к следующему пленарному заседанию выступить со своими инициативами. Случится это в начале октября. Закатают в асфальт миллиарды. Министр транспорта региона Антон Заев рассказал о планах по обновлению магистралей. В этом году в рамках проекта «Региональная местная дорожная сеть» Омской области выделено 4 миллиарда рублей. На эти средства отремонтировали 100 километров дорог общего пользования и 17 километров дорог. До 25 сентября в регионе установят три автоматизированных комплекса весогабаритного контроля. Всего их 16. По проекту «Безопасность дорожного движения» в 2022 году более 56 миллионов рублей потратят на 10 светофоров, проекционный пешеходный переход и организацию движения на проспекте мира. Еще одна программа обеспечит до конца года ремонт 54 километрах на 7 дорогах. В рамках госпрограммы развития транспортной системы в Омской области обновят 29 магистралей. Общая протяженность почти 78 километров. На 2023 год уже предусмотрено 6 миллиардов рублей. Заключено 14 контрактов на реконструкцию 32 объектов. Планируется отремонтировать более 100 километров дорог. Почему в Омске отменят часть городских маршрутов? В Департаменте транспорта рассказали о подготовке к внедрению новой маршрутной сети. Масштабная реформа запланирована на 2023-2024 годы. Ранее в ведомстве разработали проект постановления. Он предполагает исключение из реестра муниципальных перевозок 11 маршрутов и перевода почти 80 на регулируемый тариф. Как пояснил директор Дептранса Вадим Кормилец, частные перевозчики просто не выдержат конкуренции с городским пассажирским транспортом. Якобы сейчас самичи делают выбор в пользу просторных экологичных автобусов и троллейбусов марки «Адмирал». Перевозчики самостоятельно принимают непопулярные решения вначале о сокращении количества подвижного состава на маршрутах до 5-10% от планового выхода, а впоследствии полного невыпуска автобусов в рейс. Такие факты мы сейчас системно наблюдаем на таких маршрутах, как 83Н, 276, 307, 343, 345, 362. И уже можно откровенно и смело заявлять о фактическом прекращении перевозок по маршрутам 30Н, 225, 393, 511 и ряде других. В целях приведения реестра пассажирских перевозок и планирования на следующий год мы вынуждены реализуем меры по исключению фактически неработающих маршрутов из реестра. Отопительный сезон в Омске может стартовать в конце недели. СМИ сообщают, что мэр Сергей Шелест намерен подписать постановление об этом. Предварительной датой запуска называют 23 сентября как раз под финал бабьего лета. По данным открытых интернет-источников, в пятницу воздух прогреется до плюс 20, а уже в воскресенье похолодает до плюс 12 градусов. В первую очередь тепло придет в социальные объекты школы, детские сады и больницы. Уже после в жилые дома и организации. Отметим, в северных районах области отопление включили еще 15 сентября. А накануне в региональной энергетической комиссии заявили о снижении тарифов на тепло в четырех муниципальных образованиях в Тарском, Кормиловском, Исселькульском и Омском районах. Разница с прошлогодним уровнем составила от 12 до 23 процентов. Омский авангард одержал третью победу подряд. 21 сентября хоккеисты встретились со скандальным Сочи. Нападающий Ястребов Кристиан Ярош открыл счет уже на второй минуте матча. На четвертый преимущество удвоил на Илья Купов. Затем сочинцы отыграли одну шайбу, а весь второй период прошел сухую. Третью двадцатиминутку авангард начал в меньшинстве и выстоял. На 52-й минуте матча мячи забили еще одну шайбу в ворота соперников. За пару минут до финальной сирены Ястребы поставили точку. Счет 4-1. На этот раз обошлось без следового побоища, которое всегда сопровождало встречи с сочинскими хоккеистами. Возможно, дело в том, что последняя массовая драка для обеих команд обернулась предупреждением от КХЛ. После победы комментарий дал главный тренер авангарда Дмитрий Рибыкин. Дмитрий Рибыкин Дмитрий Рибыкин